Люби, привет! Мы дуже рады поведомити, що це тридцатий ювилейний выпуск. Дякуємо, що залишаєте с разом із нами. За эти три месяца и тридцать видео мы с вами рассмотрели самые важные аспекты интеграції в Германии. Мы поговорили о культурной интеграції, о социальной интеграції, о вопросах документов. И мы обещаем вам, что мы будем становиться лучше и лучше. Сегодня давайте поговорим о том, что делать, если вас оштрафовали в общественном транспорте. Возьмем два момента. Первый, что делать, если вы забыли свой проездной дома. И второй момент, что будет, если вы не оплатите и проехали за этим. Поехали! Итак, вас оштрафовали. У данного сценария есть два варианта развития событий. Первый, билета у вас действительно не было и вам нужно оплатить штраф. Вам действительно нужно его оплатить, потому что в случае неуплаты БФУГ, наша транспортная компания, имеет возможность взыскать с вас эти деньги через судебных приставов или адвокатов. Будьте осторожны, потому что в этом случае сумма штрафа будет только увеличиваться. Вам не обязательно оплачивать штраф прямо ту же самую секунду на этом же месте. Квитанция об оплате штрафа есть два варианта. Либо придет вам на почту, либо вам тут же ее выдаст с собой контролер. Это бумага, которая похожа на чек. Там будет указан номер счета, на который нужно будет перевести ваш штраф. Второй сценарий. Вы ехали без билета, но потому что вы забыли его дома. Либо по какой-то причине не смогли показать свой билет контролеру. В этом случае вы также получите квитанцию на оплату штрафа, но вам дано несколько дней на то, чтобы вы могли подъехать в специальный офис БФУГ. Адрес будет указан на обратной стороне вашего квитанции, вашего счета. И там вы сможете предъявить свой билет. Тогда вы оплатите штраф всего лишь в размере 7 евро. Паспортные данные пассажиров, которые ездят без билета, сохраняются в специальной базе БФУГ. Поэтому обязательно серьезно отнеситесь к этому штрафу и постарайтесь разрешить эту ситуацию. Мы очень надеемся на то, что такого случая в вашей жизни не произойдет. Оставляйте нам комментарии, отправляйте это видео своим друзьям и знакомым. Особенно в том случае, если вдруг такая ситуация случилась в их жизни. Пожалуйста, оставляйте нам комментарии, подписку и лайк. И пометайте, все будет добре.